Богатыри не перевелись, их наоборот стало еще больше. Уже в третий раз Иваново проводит турнир «Богатырь». С каждым годом количество участников растет, расширяется география. Спортсмены из соседних регионов Москвы приехали в наш город, чтобы показать свою силу. В программе фестиваля три дисциплины – жим штанги-лежа, армспорт и армлифтинг. Активно развиваются в Иванове только первые две. У нас есть школа пауэрлифтинга, что касается жима-лежа. У нас есть школа по армспорту, достаточно сильная у нас развита, пусть небольшой зал, но там хорошо ребят готовят. Что касается армлифтинга, несмотря на то, что мы в том году проводили, так и остался новым видом спорта пока для Иванова армлифтинг. Хотя здесь ничего специального не надо. Посмотреть на сильных мужчин и женщин могли все желающие. Вход на мероприятие свободный. Совсем хрупкая, на первый взгляд, Юлия может пожать от груди больше собственного веса. В силовом спорте девушка ничего плохого не видит. При правильных тренировках и сбалансированном питании фигура остается женственной. Да и в обычной жизни спортсменка предпочитает оставаться слабым полом. Конечно, мешки с картошками не ношу и в принципе особо-то она не применяется, эта сила. Но в общем-то восстановление хорошее. Даже если там что-то расслабится, я там буквально год практически не занималась. Очень быстро и мышцы помнит, и организм помнит. То есть нужно всем заниматься, любым видом спорта, держать себя в форме хорошей, правильно питаться. Дмитрий выступает в категории ветераны. Пожал на этих соревнованиях он 147,5 килограммов. Результатом остался недоволен. Вообще у меня рабочий вес был к новому году 150. И я думал, на этих соревнованиях уже буду жать 160. Заболел гриппом, месяц проболел. Вот результат, пожалуйста, 147,5. Хотя должен был 160 жать. То есть, ну, следствие первое место не займу. О важности регулярных тренировок рассказал и Сергей Шелестов. Самый титулованный бодибилдер России стал главным гостем соревнований. У меня не супергенетика. Я там не чернокожий парень, который предрасположен, как в Америке. Мне приходилось много тренироваться. Доходило там по две тренировки в день, шесть раз в неделю, и там по два-три часа кардио. То есть, чтобы достичь формы, мне приходилось много тренироваться. Он приехал не для того, чтобы показать себя. Сергей готов помочь советам каждому спортсмену, который этого попросит. Никогда нельзя знать, как вырастет этот начинающий спортсмен и в кого он вырастет. Вот, может, какой-то совет мой или кого-то другого, кто для него авторитет, повлияет, и он станет великим спортсменом. Приятно осознавать, что ты приложил какую-то частичку, свою руку к этому успеху. Поэтому я никогда стараюсь не отказывать и по возможности все, что знаю, говорить, советовать и так далее. Труд, генетика и фарт. По мнению Сергея Шелестова, все должно быть в комплексе. Только так являются чемпионы. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Ева. 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 Субтитры создавал DimaTorzok